Ежегодный Союз педиатров России проводит конкурс «Лучшая медсестра года» в рамках Конгресса педиатров страны. В этом году старшая медсестра Забайкальского краевого перинатального центра Ольга Владимировна Фролова стала победителем конкурса, обойдя коллег из других регионов. В декабре прошлого года 8 проектов детских медицинских сестер Забайкаля, в том числе и Ольги Фроловой, были направлены для участия в конкурсе Союза педиатров России. Работа старшей медицинской сестры перинатального центра признана лучшей. Диплом победителя Ольге Владимировне вручили в Москве на 21-м Конгрессе педиатров России. С 15 по 17 февраля 2019 года благодаря главному нештатному специалисту по сестринскому делу Министерства здравоохранения Забайкальского края, президенту Забайкальской региональной общественной организации профессиональные медицинские специалисты Вишняковой Валентиной Александровны, я была отправлена в Москву на 21-й Конгресс педиатров. За 36 лет медицинского стажа через руки Ольги Фроловой прошли сотни новорожденных забайкальцев. 7 лет назад она пришла на должность старшей медицинской сестры в открывавшемся тогда краевом перинатальном центре. Очень люблю детей. В свое время, когда-то по молодости, я, конечно, училась в политехническом институте, но я его бросила, так как пошла подрабатывать санитаркой в больницу. И в палате интенсивной терапии работая, там всегда ребятишки были маленькие, маловесные же они в основном, тяжелые. И вот они постепенно росли на глазах, прибавляли в весе, открывали глазки, начинали улыбаться. Каждый день приходил, и ты каждый день что-то видел новое в этих ребятишках. Для маленьких пациентов здесь созданы специальные условия, современные кювезы и вся необходимая аппаратура. Центр считается чемпионом по выхаживанию недоношенных малышей. К малюткам здесь относятся с большой любовью и теплотой. И все же ответственность за хрупкую жизнь малышей куда серьезнее благоговение перед ними. Молодые медсестры тоже не избавлены от страха сделать что-то не то. Но Ольга Владимировна воспитала хороший коллектив медперсонала. Для врачей центра это главные помощники. Ольга Владимировна очень хорошая у нас старшая медсестра, отзывчивая. Всегда нам помогает во всем, советует нам как нашему младшему медицинскому персоналу. С Ольгой Владимировной мы сработались очень хорошо. Она у нас очень хорошая, понимающая, всегда нас поддерживает молодых. Мы рады, что Ольга Владимировна выиграла в таком конкурсе общероссийском. Достойно представила наше отделение, наш город. Своих когда-то маленьких пациентов Ольга Фролова часто встречает на улицах Читы. Их родители не устают благодарить заботливую женщину. Ведь помощь медсестер отделения нужна не только детям, но и их мамам. Не каждая роженица может быстро научиться ухаживать за маленьким человечком, вес которого едва больше килограмма. Улыбчивый Илюша родился чуть меньше месяца назад и сейчас готовится с мамой к выписке. Медперсонал отделения уверен, что этот мальчишка вырастет богатырем. Мы родились немножко раньше времени, недоношенные на 36-й неделе. Но большое спасибо медицинскому персоналу, потому что они очень нам помогли. Благодаря им появился на свет вот такой вот замечательный мой сынуля. Тепло идет от медицинского персонала. Это очень приятно, очень помогает, очень так морально поддерживает мамочек. Тем более, когда рождаются вот такие недоношенные ребятишки, мамы очень сильно переживают. Но благодаря нашим медикам у нас все прекрасно. Большое им спасибо за это. Труд в роддоме всегда коллективный. Благодаря сплоченности медсестер и врачей и крепким связям уход за детьми всегда остается на высоком уровне. И каждая смена знает, что необходимо их маленьким пациентам. Субтитры создавал DimaTorzok